Этой женщине недавно исполнилось 80. Ее стаж в модном бизнесе превосходит все возможные рекорды. 65. Ровно столько лет назад супермодель Кармен Далерифичи украсила свою первую обложку журнала Vogue. Всего таких обложек в ее жизни будет 6. Еще с десяток рекламных компаний, из которых самая последняя для Rolex была сделана всего пару лет назад, когда Кармен была далеко за 70. Начала Кармен рано, в 13 ее заметили, в 15 она уже была на обложке Vogue. В то же самое время позировала великому Сальвадору Далить, обнаженная маленькой девочкой. И все это, чтобы справиться с нищетой, в которой жили она и ее мать. Мы были настолько бедны, что у нас не было денег на то, чтобы сходить в кино. У меня не было друзей. Мой отец не жил с моей матерью, и каждый раз, когда мы переезжали, наши вещи выбрасывали через окно, потому что мы не могли больше платить аренду. Балет был моим единственным спасением. Внезапно от сильнейшего воспаления легких я слегла больше, чем на год. Когда я, наконец, встала с постели, мои кости были слишком слабыми, чтобы делать па. Это была моя первая смерть. Мне было 13. Если бы я тогда знала, что такое суицид. Но так началась ваша карьера модели. Кармен, какие чувства у вас вызвала ваша первая обложка ВОК в 1946 году? Мне было 14 лет. Меня вдохновляли голливудские фотографии 30-х годов, чарующие образы. И я думала, мне никогда такой не стать. Я даже не знала, стоит ли хотеть быть. Я сошла с автобуса, направляясь в балетную школу, увидела стопку журнала ВОК на углу улицы, где находился газетный киоск. Они были перевязаны веревкой. Я знала, что номер со мной должен был выйти, и я искала его. Я посмотрела вниз и застыла от ужаса. Мне казалось, что на фотографии я выгляжу, как маленький мальчик. Мои волосы были собраны сзади в пучок, точно как в балете. Эрвин Блюменфельд, фотограф, знал о том, что я занимаюсь балетом, и решил уложить мои волосы назад. На мне были украшения Ван Клифф энд Арплс, и я будто бы рассматривала себя в зеркале. Уже будучи взрослой, я понимаю, насколько красиво это было. Но тогда ребенком я была страшно разочарована. Я попросила продавца развязать веревку. Я была уверена, что обложка второго журнала, находящегося под тем, на который я смотрела, будет лучше. И потом я поняла, что все они одинаковые. Я почти расплакалась, настолько разочарована я была. Разве это не забавно? Супермодель снимали такие великие фотографы 20-го столетия, как Ричард Авидон, Эрвин Блюменфильд, Ирвин Пенн и Хорст П. Хорст. С фотографом Фадилом Бериши Кармен де Лерифичи познакомилась 15 лет назад. С тех пор Кармен служит Фадилу-музой, а он документирует ее многочисленные образы для будущей книги. Она — это что-то очень особенное. Это то, что я хочу показать в своей книге. Книга об одной модели, снятая одним-единственным фотографом. Множество выражений лица, множество образов. Не зря же говорят, что у великой модели тысяча лиц. Она и есть, эта модель. Она работала с величайшими фотографами современности. Но даже если посмотреть на ее ранние фотографии, я уверен, что сейчас она выглядит намного красивее. Это другая красота. Ей удалось взрастить собственный образ. Теперь же все знают Кармен. Ты заходишь с ней в ресторан, и все оборачиваются, потому что знают, кто она такая. В совместной работе моделей фотографа над рекламной компанией часов Rolex у Кармен начался новый виток карьеры. Они стали много говорить и много писать. Тем не менее, красота и талант этой великой женщины раскрыты не до конца. Ее именем не пестрят обложки модных журналов. А ведь ей есть что сказать молодым поколениям. Я не веду никаких подсчетов в жизни. Я до сих пор пытаюсь понять, кто я, куда я иду. Мне 80 лет, и я до сих пор считаю, что жить весело. В жизни важно, как можно раньше стать вечной, вне времени. Как же это возможно? Принимать все и видеть все. Все одновременно. Верить в себя. Знать, что весь мир может ошибаться, а ты прав. Но это знание должно оставаться при тебе, потому что нужно уважать и мнение других людей. Если вы не работаете сердцем, если вы не понимаете, куда направить свою страсть, вы можете просто проспать всю жизнь и закончить ее обычным пожилым человеком. Но вы не станете таким, если ранее были достаточно мужественны. Сейчас я планирую свою жизнь от 80 до 100 лет. Я думаю, может, в 100 я все-таки выйду на пенсию. Может быть. Зачем же вам вообще выходить на пенсию? Чего ради? Когда у меня берут интервью, то непременно задают вопрос. Вы думаете об уходе на пенсию? Я же отвечаю. Я выхожу на пенсию каждый вечер. Так что я использую это слово, когда засыпаю. Прекратить жить – не тот вариант, который я рассматриваю. Потому что, когда моя жизнь прекратится, я надеюсь быть на высоких каблуках. И тогда я не замечу разницы. Я надеюсь, что изменила мир. То, что подумают обо мне после, для меня не имеет значения. В Нью-Йорке говорят, что настоящим нью-йоркцем может стать каждый иностранец, добившийся в этом городе успеха. Супермодель Кармен де Лерифичи, кастинг-директор Натали Джус, владелец агентства Women Management Дижан Маркович. Дафна Гиннес. Дизайнеры Оливье Тискин, Каролина Эрера и Александр Вен по праву могут называть себя нью-йоркцами. Хотя никто из них не может похвастаться американским происхождением. В этом и состоит суть этого города. Сюда стремятся за успехом и славой. И самым лучшим они достаются сполна. Сюда стремятся за успехом и славой.